почему учебные центры предлагают свои услуги по совершенно разным ценам и чем отличается прохождение одного и того же курса в различных организациях разберемся на что следует обратить внимание при выборе учебного центра чтобы избежать потери денег и проблем с аккредитацией первая и самая важная особенность это наличие лицензии на образовательную деятельность без нее все выданные документы считаются недействительными проверить лицензию можно на официальном сайте рособрнадзора перейдите в реестр лицензий введите и ннн учебного центра соответствующее поле и нажмите на кнопку поиск если лицензии есть то чуть ниже появятся результаты со всей необходимой информации в том числе статусом лицензии лицензированные учебные центры обязаны передавать данные о выданных документах в государственный реестр фис фрд согласно закону для курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки срок передачи данных составляет 60 дней после выдачи документов обратите внимание фаз проводит проверку данных об обучении через физ фрд если ваши документы отсутствуют в реестре заявка на аккредитацию будет отклонена самостоятельно проверить документы можно также на сайте рособрнадзора перейдите в раздел государственные функции формирование и ведение федерального реестра сведений о документах прокрутите страницу вниз и откройте сервис поиска сведений о документах об образовании выберите категорию дополнительное профессиональное образование и нажмите найти по справочнику введите название учебного центра или его регистрационный номер если совпадений нет то организация не зарегистрирована физ фрд дополнительно стоит проверить документы выдаваемые учебным центром это должен быть бумажный диплом или удостоверение установленного образца с подписью и печатью обычно эта информация есть на сайте организации но лучше все-таки уточнить какой именно документ вы получите перед заключением договора внимательно изучите информацию о форме и программе обучения а также ее продолжительности стоимости и итоговых документов если у вас требуют оплату до заключения договора это повод насторожиться спросите как организован учебный процесс есть ли техподдержка по закону дистанционное обучение должно проходить на отдельной платформе там же должны размещаться и все учебные материалы стоимость обучения складывается из многих факторов это зарплата менеджеров кураторов методистов и других сотрудников учебного центра которые разрабатывают учебные программы сопровождают клиентов в процессе обучения готовят документы и обслуживают образовательную платформу в итоге вы получаете легитимный документ соответствующий всем государственным требованиям и дающий вам право работать слишком низкая цена должна вызвать подозрение как правило надежный учебный центр предоставляет услуги как минимум несколько лет работает с физическими и юридическими лицами имеет отзывы в яндексе и гугле поддерживает активность в социальных сетях и открыто общается со своей аудиторией мы настоятельно рекомендуем вам тщательно подходить к выбору образовательного учреждения ведь никому не хочется терять время и деньги чтобы в итоге получить недействительные документы которые не позволят вам пройти аккредитацию или устроиться на работу есть вопрос пишите его в комментариях а если вам нужна помощь с аккредитацией повышением квалификации или профпереподготовкой то обращайтесь в учебный центр медстандарт проф позвонив по телефону или оставив заявку на сайте